Всем привет! И сегодня у нас на обзоре Bluetooth стерео гарнитура от компании Meizu, модель EP52. Производитель позиционирует гарнитуру как спортивную. Наушники сочетают в себе такие параметры, как яркий стильный дизайн, беспроводная передача звука, а также влагозащита уровня IPX5. Характеристики наушников заявлены производителем. Bluetooth версии 4.1, беспроводная передача до 10 метров, максимальная мощность 10 милливатт, диапазон частот от 20 до 20 тысяч герц, сопротивление 32 ома, автономная работа до 8 часов, время полной зарядки около 2 часов, вес 22 грамма. Комплект поставки, помимо самих наушников, включает набор сменных амбушюр, резиновый чехол, микро-USB кабель, а также инструкцию на китайском языке. Весь комплект смотрится органично и стильно, даже микро-USB кабель выполнен в красно-черном исполнении. Чехол для наушников сделан из плотной резины и закрывается с помощью встроенного магнита. К сожалению, из-за небольших размеров требуется определенная сноровка для размещения наушников внутри чехла. В комплекте с наушниками, помимо уже установленных, идут две пары сменных амбушюр, плюс специальные крепления-упоры для фиксации наушников в ухе. Наушники представляют собой одну из классических на сегодняшний день конструкций с массивной резиновой дужкой по центру. На правой стороне дужки располагаются органы управления, механические кнопки плюс-минус, а также центральная кнопка. Здесь же находится светодиодный индикатор. Под резиновой заглушкой располагается микро-USB-порт зарядки. Также на правой стороне имеется микрофон. На левой стороне дужки нет ничего, кроме маркировки, названия модели EP52. Сами уши с внешней стороны имеют массивную металлическую вставку с крупным логотипом Meizu по центру. С внутренней стороны располагается крепление-упор в виде резиновой дужки. Перед креплением находится амбушюр. Под резиновым упором имеются два отверстия, одно из которых прикрыто мелкой сеточкой черного цвета. Вход к излучателям прикрывает крупная металлическая сеточка. На ножке с внутренней стороны имеется маркировка LR – правый-левый наушник. Для спаривания телефона с наушниками зажимаем на несколько секунд среднюю кнопку, после чего на смартфоне находим устройство Meizu EP52. Гарнитура может управлять воспроизведением прослушиваемых треков. Нажатие средней кнопки – плей-пауза. Короткое нажатие кнопок плюс-минус – регулировка уровня громкости. Длительное нажатие – переключение следующей, предыдущий трек. Из интересного. В гарнитуре имеются магниты. При скреплении наушников между собой прослушиваемый трек ставится на паузу, а через 5 минут без действия в таком положении наушники автоматически выключаются. Что касается встроенного микрофона, то со своим предназначением он справляется. Собеседник вас слышит хорошо. Тест микрофона. Раз-два-три-четыре-пять. Раз-два-три-четыре-пять. Тест. Всем привет! И сегодня у нас на обзоре стерео-блютуз гарнитура от компании Meizu. Модель EP52. Что касается продолжительности работы, то по заявлениям производителя наушники от одного заряда аккумулятора способны проработать до 8 часов. В моем случае при прослушивании музыки и аудиокниг этот показатель находится в районе 6 часов. Время зарядки от 0 до 100% занимает примерно 2 часа. При этом на 80% наушники заряжаются за час-полтора. В ходе тестирования подтвердилась дальность работы блютуз гарнитуры, заявленная производителем. На открытой местности диапазон уверенного приема гарнитуры составляет как минимум 10 метров. Перейдем к звуку. Первым делом я бы хотел отметить, что наушники являются беспроводными и обычно звук в таких устройствах уступает своим проводным собратьям. В наушниках используется блютуз аудио модуль с поддержкой IPTX технологии, улучшающий качество звучания. Звук в целом я бы характеризовал как очень громкий, смещенный в область низких частот. Детализация звука при этом находится на среднем уровне. Сравнивая звук с беспроводными наушниками Mi Sport Bluetooth Headset, наушники Meizu звучат лучше. В них присутствует большая глубина за счет низких частот. Что касается проводных собратьев, то по детализации наушники близки по звучанию к Mi Piston Fresh Edition. Качество же звучания Mi Nair Headphones Pro HD, за исключением баса, значительно превосходит качество, выдаваемое беспроводными наушниками Meizu. Звук в них более богатый и сбалансированный. Что касается плюсов, то к плюсам наушников я бы отнес очень сильную громкость. По громкости с наушниками могут соперничать разве что Mi Sport Bluetooth Headset. Также наушники обладают самым низким басом. В сравнении с ними, кажется, что у остальных наушников его просто нет. Посадка в ушах. Наушники сидят идеально. Один раз одел и забыл. Также к плюсам я бы отнес отсутствие у наушников проводов. А если сравнивать наушники с проводными собратьями. К минусам EP52 я бы отнес. Плохо проработанные средние и особенно высокие частоты. В сравнении с In-Air Headphones Pro HD, кажется, что голоса и ноты звучат где-то там, вдалеке. Неразборчиво, глухо. Также к небольшому минусу можно отнести зарядку гарнитуры. Тем, кто пользовался проводными наушниками, придется привыкать заряжать наушники раз в 2-3 дня. Ну что же, на этом, пожалуй, я буду завершать свой обзор Bluetooth стерео гарнитуры от компании Meizu. Покупать наушники или нет, решайте для себя сами. Лично мне наушники понравились. Я планирую использовать их в качестве своих основных наушников, например, дороги. Надеюсь, это видео было кому-нибудь полезным. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока!